Канал «Мозговой штурм» стал еще интереснее. Теперь у них появился новый формат. Вместе с ними играют творческие люди. 20 апреля в 21.00 на канале состоится стрим с Анной Шевцовой, вокалистка из трека «Аратоскопинг». Добро пожаловать в эфир. Познакомьтесь с девушкой и задайте ей свой вопрос. Казачье общество Ирбисета в Санкт-Петербурге лишило президента США Дональда Трампа звания почетного казака. Причиной такой жесткой реакции стало обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами. Ну вот же вот. Пример реально адекватного ответа американцам на их санкции. Уверен, в США из-за этого теперь начнется большой переполох, а сам Трамп сон потеряет. Еще бы звание почетного петербургского казака. Человека лишили. Впрочем, думаю, он и не знал, что обладал данной регалией. Ну да бог с ним. Главное, что энное количество российских граждан, у которых мозги на бекрень, будут несказанно рады данному событию. А мы начинаем. В подмосковном Волоколамске началась травля мэра, который согласовал проведение акции протеста против набившей оскомину мусорной свалки. Так вот, в минувшую пятницу 13 апреля, как раз накануне очередного митинга, в дом чиновника Петра Лазарева нагрянули силовики и устроили многочасовой обыск. Что искали, неизвестно, поскольку по итогам налета, скажем так, ничего не изъяли, просто уехали в освояси. Со слов сына, Лазарева, отца пытались закошмарить статьей мошенничества в особо крупных размерах. Однако, поскольку дальнейших действий полиционеры пока не предпринимают, скорее всего, это было просто предупреждением, чтобы думал в будущем, кому и что разрешать. Это беспредел. Беспредел. Обещали закрыть полигон. Беспредел. Обещали, я так понял, закрыть старый, но про новый просто промолчали. Нет, вообще нет. А вы задайте вопрос. Просто или сразу переведут разговор на другую тему, или просто аккуратно снова уйдут от этой темы по поводу вот этой карты. Тишина, как будто этой проблемы нет. И вранье, одно вранье. Впрочем, что мы о каком-то мэре Волоколамска сейчас говорим, есть ведь гораздо более знаковые фигуры для среднестатистического россиянина. И я уже начал об этой фигуре чуть выше правильно. Я все о дяде Дональде, которого тоже, кстати, кошмарят, но не какие-то там подмосковные полицейские. На этого товарища реально тяжелую артиллерию российские политтехнологи нацелили. Вы, между прочим, знакомы с этим нашим страшным оружием бешеные бабки. Так прозвали данное подразделение в простонародье. Ну, а они называют себя просто отряды Путина. Ох уж и попьют сейчас из трампокровушки. Эти бабки доначили уже. Внимание на экран. Мы ненавидим тебя, мы ненавидим твою политику, так как ты ненавидишь свой народ. Ты принимаешь наших перебежчиков, наших изменщиков Родины. Ведешь сплетни постоянно на весь мир. Дальше так продолжаться не можно. Ты подогнал корабли к берегам Сирии. Ты продолжаешь убивать народ Сирии. Мы тебе этого не позволим. А помните 2016 год, когда из каждого утюга звучала громогласная «Трамп наш»? Жирик, помнится, поляну в Госдуме накрывал, чтобы отметить победу дяде Дональда на выборах. Пропагандисты, вроде Попова, Киселева и Малахова, как дети ей радовались, хлопали. Прыгали зайчиками, выкрикивали, что та ляулю, гони гуся. А сегодня вот каждая неадекватная старушка раскусила, что Трамп-то казачок засланный. Вернее, уже не казачок. Кроме того, таким вот старушкам удалось разобраться в неадекватности политики американского президента. Они, короче, поняли, что что-то неправильное творит обитатель Белого дома с гнильцой. Мужик, ага. А с другой стороны, как не понять. К берегам Сирии он корабли направил, прессует тех сирийцев. Причем по этой старушке ведь сразу понятна судьба Трампа и Сирии. Два самых волнующих ее вопроса. В остальном у прекрасной маркизы все хорошо, здорово. И это реальная журналистика. Новости из дурдома. Снова с вами. Поехали. Поехали. Кстати, чуть не забыл. А знаете ли вы, что пока жители Волоколамска митинговали в субботу, а мэры их города плющили, пиндосы в сирийской столице жестко похулиганили. Выпустили по ней 103 ракеты. Пропагандисты в этой связи даже сетку вещания в срочном порядке изменили. На канале Россия, к примеру, экстренно прервали показ какого-то сериала «Сопли и слюни». И на голубом экране появились Попов и Скобеева. Это спецвыпуск программы «60 минут», сообщили ребята. Сегодня в 3.45 был нанесен удар по столице суверенного сирийского государства. Жертвы разрушений, впрочем, нет. Слушайте, у меня вопрос. За каким тогда надо было прерываться на экстренный выпуск Поповско-Скобеевской программы? Че хотели показать-то этим? Когда в Кемерово дети гибли, не один российский пропагандист нос свой в эфир не высунул. А тут жертв и разрушений никаких. Но пропагандисты, тем не менее, вылезли в эфир и завели старую добрую шарманку. Причем не вдвоем, ведь они в том эфире-то запивали, надергали каких-то типа экспертов. Видимо, с постели подняли операторов, режиссеров, администраторов, гримеров и бла-бла-бла. В выходной день на работу вытащили. В чем прикол-то? Ладно, дальше. Поехали. А теперь хочу показать вам еще одно кино, которое, по моему мнению, как раз и является очевидным ответом на вопрос, так почему же в Сирии в минувшую субботу никто не пострадал? 103 ракеты выпустили. Напоминаю, и ни жертв, ни разрушений. Блогер Эрик Хартман разгадал данный ревус, а все просто на самом-то деле. Возня у сирийских берегов могла быть всего лишь отвлекающим маневром для Попова-Сотоварищи. А умные американские ракеты знаете, куда улетели? Вы не поверите. В российский город Томск, ну, во всяком случае, если вы посмотрите следующее видео, вы тоже придете к такому выводу. Ребят, ты мечи без обид, но сказанное мною чуть выше, и правда кажется мне единственным разумным объяснением увиденного. Великая Отечественная война, например, закончилась 73 года назад. Впрочем, на войну тогдашнюю вот эту картинку списать-то крайне проблематично. Фашист, как мы знаем, до Томска не добрался, и тем не менее, мы видим, что город выглядит так, будто его бомбили совсем недавно. Ладно, хватит действительно про Трампа, этого пакостника. Давайте лучше о наших достижениях поговорим. И вот, пожалуйста, чем не повод для гордости? Депутат и экс-пропагандист Толстой посоветовал россиянам, страдающим гипертонией, выбрасывать в мусорку иностранные лекарства и лечиться, например, отваром боярышника или коры дуба. Вот здорово. 21 век на дворе, а мы отваром коры дуба теперь лечиться будем? Петр Олегович, вы большой молодец, порекомендуете, кстати, перейти на боярышники вашему коллеге Иосифу Кобзону, а то он по старинке все в клиниках заморских лечится неэффективно, сами понимаете. Кстати, могу только предположить, каким станет следующий совет депутата Петра. Ну, например, неплохо было бы снова начать использовать вместо мыла залу, можно еще песок. А что, неимпортной же гадостью вроде шампуня и гелий для душа пользоваться? Ну, и еще раз пошла такая пьянка, гениальную мысль подкину. Если вдруг у кого-то из граждан не очень устраивает, скажем, качество коммунальных услуг в городских квартирах, нехай переезжают на ПМЖ в Уральские или Кунгурские пещеры, а то ишь взяли моду, думают, если они налоги платят, то эти налоги обязательно должны тратиться на развитие инфраструктуры в городах и весях. Сейчас! Что, бюджетные деньги больше потратить некуда, что ли? Олегу Дерипаске, вон, который от санкций дужа пострадал, надо как-то убытки возмещать. К тому же господину Толстому неплохо было бы зарплату поднять, а то уровень-то уже ого-го! А доход, как у какого-то гладранца, 43 миллиона рублей в году всего не солидно, согласен. Дядь, добавить бы надо! От мертвого осла уши получишь у Пушкина. Ладно, все, закругляться пора, эфир не резиновый, и дурдом, он и в Африке дурдом. И это была реальная журналистика, одна из самых веселых программ в российском эфире. На моей страничке в Ютьюбе вы найдете больше поводов для улыбок, а также для радости и гордости. Заходите, не стесняйтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем поживиться, а еще их в друзья добавляйте, и темы предлагайте. Поднимем и обсудим, я же за всем спешу откланяться. Все, пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok